во имя отца и сына и святого духа послание святого апостола павла к ефесянам 5 глава 14 стих посему сказано стань спящей и воскресни из мертвых и осветит тебя христос сон и смерть если человек неверующий стань спящая команда такая дается это задремали на занятиях военном деле там строго крикнуть стань спящий но тут другое слово говорит воскресни из мертвых а где мертвых никого нету все встали вот раньше не было евангелия но когда мы считаем слово божье мы видим евангелие стучалось в жизни человека сон когда вечерние молитвы читаем вот мне что предлежит что предстоит и смерть и гроб и вот в чем дело то ученики говорят друг наш лазер уснул узнали и они что уснул выздорове ответ один думаю что речь идет обыкновенном сне многое в нашей жизни уже стало известно до нас исследовали люди медики сон по сей день не разгадан при том это такая тайна которая не хочет себя раскрывать а она показана здесь я попрошу еще прочитать бытие 2 глава 21 стих видите смотрите мы открываем библию я ни одного слова не могу добавить потому что читает брат и навел господь бог на человека крепкий сон и когда он уснул взял одно из ребра его и закрыл там место плоти и а почему заснул что это означает а это вот как сегодня наркоз мне операцию делать краевой больницы врач пришел завтра уже делать все анализы сдали а бороду надо убрать она мешает как мешает оказывается сегодня не колят а специальный шланг как вот из машинки стиральной и они его в рот засовывают и туда газ закачивает и нгновенно теряешь теряешь и теряешь а потом на ты что-то видишь я уже оснулся уже в реанимации и видел только сейчас был в лагере мои дети сидят на скамейке и какие-то светлые светлые мужи подходят и что-то им дают настолько это зримо а с какой скоростью идет сон сегодня подсчитано за одну секунду может пройтись ожить секунду и прямо до кота дак это уже доказано открывается чтобы не открывалась ветром не сдувало в палатке там привязать палка такая она и она притягивает этот ветер и не может сбить и вот исследователь этот он голову во сне это развернулся на палка-то оторвалась удала ударила а он в это время во сне видит как он помогает парижской коммуне и как его на шафот выводят и рубят и момент который здесь он видел у него точно совпал с тем что ему отрубает там голову в париже и отсюда сделан вывод что сон мгновенен я хочу показать сколько открыто это у меня было время я забунтовал посчитал посидел 27 лет я сплю 7 часов что достать подняться думать считаю третья часть жизни моей уходит спрашиваю другие да у всех так стало исследовать более ранее как михеланджало там другие такие есть леонардо да вичи по три часа спали арсений великий говорит монаха достаточно на один час я начал щипать каждый день меньше меньше до двух с половиной часов дошел дальше я на ходу стал засыпать я понял это приел который нельзя перейти сколько на дороге авария чего заснул выскочил на встречную эту нашу потерявки было авария с одним и старик ехал какой-то там заснул и выскочил на встречную полосу а как с этим бороться мы много проехали 120 тысяч километров я с дальнобойщиками говорил а нельзя как-то себя что-то делать щипнуть открытыми глазами буду смотреть но ничего не вижу и поэтому другие государства как германии приняты законы машина это отмещает он должен остановиться после четырех часов езды свернуть или где-то там на остановке такое специально и ну там разная 40 минут это все отмечено его полицейские проверяют а если этого нет с ним будут разбираться почему ты не отдыхал я говорю это о сне а на самом-то деле теперь речь идет в станет мертвые вот бывает люди отмирают клиническая смерть называется что это такое и когда мы считаем здесь навел господь сон и в это время дает ему жену и вот один священнослужитель так назовем его сын говорит хочу жениться он даты не забывай господь сначала отнял у него разум как под наркозом потом женился тебе надо надо это ну больше никак даже люди даже из этого умеют сделать вывод смотри дело опасное потому что в сонном состоянии получаешь ребро у тебя возьмут не пять ребра одно ты на это рассчитывает сколько заложено в этих словах касающихся сна мы прочитаем 340 бытие 31 40 31 40 и вы сразу что вы чувствуете и сразу решайте а смерти бог напоминает сном мы ложимся как гроб вечером а утром встаем доброе утро томился днем от жара а ночью от стужи и сон мой убегал от глаз моих вот как потому что на поле нападают звери овечек растаскивает а он пасет будущий тест его ингрессон убегал от меня какое время это действительно на работе надо бодрствовать вот у римской империи они много захватили и воины все время тренировались если на посту его захватили сон и его расстреляют и убьют а у нас этого не да что там что-то будет сказано я вот служил где-то в армии люди легкомысленно к этому относятся совершенно я касаюсь жизни современной молодые ваши пойдут в армии вы им скажите это заступать вечером на вахту тебя отведут где там охранять а поэтому тебя не трогают с обеда они в это время играют там что-то как-то мне это было понятно я сразу ложился в кровать и выходил и все время не сохрани будут соснуть а их смотришь уже арестовали потащили где-то проверяют а я еще буду спать когда я выспался днем вот слову божьих жизни точно так господь дает сон не переутомись но и не переборщи я знаю хорошо людей которые засыпают за несколько секунд и разбудить отца ты невозможно только разбудишь ну раз-два-три про себя человек дружу уже опять а как от этого избавиться не знаю это я очень серьезный вопрос макарий александрильский андрей юродива не видели в храме люди ходят один спит другой заснул а там месяца он никто не видит он ведь эфиопу черные это демоны и вот кого по глазам почему покойнику глаза закрывает веки чтобы видно точно так же заснул а другие демоны ходят бросает цветы и кому цветок прильнул тот ищет уважительную причину чтобы поскорее домой уйти это жития святых демитрия ростовского сказать что этого нету этого не может быть потому что с великим удивлением макарий александрильский спрашивает неужели ты присутствуешь во время литургии а дьявол сам отвечает ни одной литургии нету на которой меня бы не было и святым показано настоять или нет он видит боров стоит свинья жирная с обрезанными ушами это что уже означает от отчаять еретик он доказал то тайный еретик а святому это открыто было мы сейчас считаем места описания 15-12 бытия если я в сон убегал от меня вот так и надо думать почему эти бы я женщина она задавила ребенка спала когда знаете красава он разрешил как этот вопрос где заснула заснула придавила это везде такое есть это и в животном мире точно так же дальше при захождении солнца крепкий сон напал на на аврама и вот напал на него ужас и мрак великий и сказал господь авраму знаю что потомки твои будут пришельцами в земле не своей и поработят их и будут угнетать их 400 лет видите какой вывод господь сон наводит это страшно отсюда делаем вывод иногда настолько мы заняты даже хорошими делами что богу места нету поговорить он только во сне еще с нами может что-то показывать конечно это самый счастливый час в нашей жизни в одни когда ты все уже кончил помолился ложись но советуют я просто скажу считать да воскреснет бог уже лежа мне все это известно она дело претворить никак начинаю считать до половины деда счета уснул я второй раз считаю никто да прямо сожжусь и я вижу что это очень нехорошее дело небесноватые ли я так как речь идет об изгнании молитвы а я засыпаю тогда все отходит это прочитал молитву спокойно дальше пощаду себе не давайте если сейчас когда ходишь и спотыкаешься то дальше завтра будет еще хуже и сон не увеличить младене сколько спит ребенок а теперь посмотри старики сколько спят что старый что малый а должно бы наоборот быть молодым показать пример а сколько сейчас спишь ведь ты поставь себе график то есть запиши когда последний раз ночью молился почему не молился чтобы ты если не помолился бывает сильно уставший чтобы испугался интимной встречи с богом ночью у меня не было не пропускала вдруг на днях я пропустил пропустил я испугался не знаю как господь встречал а рядом то был человек который подсказал бы первый час ночи я просто делюсь опытом что опыт никакой я когда читаю про святых я только могу сказать ничего этого не достигнуть это им дано было один час сутки спать остальное время он бодрствует считаем 37 5 и видел иосиф сон и рассказал его братьям своим и они возненавидели его еще более сон родной брат у него ничего нет они написано по зависти продали стефан говорит и возненавидели его вот поэтому не каждый сон уже говорить вот когда мы читаем максим исповедник он готов я видел то у нас еретики в церкви я вас не видел ну бывает там и ангелий свящий точно так же его судить он это какая статья в законодательстве которая говорит что за сон судить статьи то такой нету ни в одном законодательстве а зачем ты рассказывал рассказывал меня томил и я подумал что как бы это не случилось обвинили его антисоветчина по тогдашним сказать связь с турецким султаном и руку отрубили это мы уже из биографии знаем псалом 12 4 вы ухватываете все такое давид это все перенес и сон убегает от очей моих потом все испытал призри услышь меня господи боже мой просвети очи мои да не усну я сном смертным сон смертный бывает вот у них него то сон смертный а сколько людей действительно умерли во сне как пишут даже руководство какое-то умер во время сна я не гоня ком-то генеральный секретарь умер там один был такой утром подошли слуги стояли рядом смерть это тот если так назовем гость который никакие стражи задержать не могут он проникает везде и поэтому много ли мало живем а ты не знаешь когда умрешь приготовься к этому как ко сну готовимся а сон напоминает о смерти а сера говорить помни последняя твоя во век не согреши что я смерть это помни вот я сегодня умру на меня надо вот это что я затеваю то дальше то да еще подожди ему там чуды что только не то у бога уже предел поставлен сегодня сейчас мы разговариваем где-то люди гибнут где-то аварии где-то воюют вспомни от них мать будет сына отец на фронте я уже делюсь просто и она говорит ты спишь и никогда не станешь а где отец где-то через реку проходят зима его никто не спрашивает что там замерзли ли это нужно перейти вставай сынок помолимся приучите детей к этому это очень важно если не сегодня то когда а он не может одну-две молитв прочитай ну сколько там минуты две три ты это тоже у него за ребенок-то маленький а ты ему покажи сейчас тихо все и даже трава умывается росой и слезами блаженна фефилакт об этом говорит и так сон который сопутствует нам мы каждый день вот как в гроб ложимся в постель свою как в гроб сильно ты не нахвалив эту постель и еще мы встанем утром а что во сне видел и сну никогда не придавая значения большого но как разрешить то ну прям я ясно это видел я вам христиан говорит так если ты видел крест распятие сто процентов это от бога а почему мы христа не видели и поэтому сатана может любой вид принять и сказать я христос и мы его примем божью матерь показать может мы ее не знаем а крест мы все знаем и крест это высшая любовь а у дьявола ее нету и он показать крест не может но если ты крест во сне видел и сон не разгадывай а найди духовного человека к священнику там кто такой есть и там помолитесь господи надо это мне знать или нет как правило сон во сне видишь крест он говорит о страдании которое будет мне перед арестом крест вот такой вот высоты когда он лежа лежит а длина может быть метров 150 как вот железнодорожный мост такие балки железные я сижу ноги свесил вижу вот все дальше будет именно так когда я вернусь в какой я рубашки одет я все записал написал стихотворение и когда стала исполнять себя и вижу что со мной будут делать это бог по любви свои показы то есть я уже знал что буду делать обвинять вот в этом я буду просить при счастье один священник заседание там красным за вот таким материи она так вот вот тебя не при счастье и как раз об священии больше все будет нападать я это считаю милостью божией когда господь заранее нам показывать если крест мимо не пройди а просто скажи господи какая опасность меня ожидает а другие сны они могут быть и от бога а могут от лукавого и от переедания от забот житейских и риме 51 39 во время разгорячения сделаю пир и упою их чтобы они повеселились и заснули вечным сном и не пробуждались говорит господь вечным сном это речи до смерти врага когда убивают заснули вечным сном и вот и он детям наказывал куда погонят молодые люди взяли в армию в израиль не ходите в израиль потому что написано в откровении все погибнут там все месяца будто кости собирать там ничего не будет ни победа ничего ну видимо применят особое оружие и такое это никуда не делается на сегодня рядом вы что-то слышите где-то передайте скажите это не надо делать тем более это народ избранный богом никогда не хули не проклиная молись каждый день горе господи коснись семья израилева дай веру то что приняли тебя не антихриста вот мы каждые два часа собираемся прямо все это в молитвах у нас все произносится пятьдесят седьмой стих этой же главы и напьянул и напою да пьяна князей его и мудрецов его области начальников его и градоправителей его и воинов его и заснут сном вечным и не пробудется говорит царь господь совов ими его они прекрасно это знали сон это смерть и когда вот так нас одолевает это смертельно опасно ну вы знаете у нас на занятиях когда бывает собрание ли идет эти люди всегда засыпают всегда из мужчин есть и женщин попытались будить бесполезное дело самое больше ну 35 секунд проходит он опять сразу заснул что это не знаю я знаю что так просто оставлять нельзя надо молиться подавать милости не поститься исключить мясное как-то тело настроить на то пришел храм и а ты засыпаешь засыпал сколько раз сижу пищатую я клавиатуру же три раза нос разбил во время пища то не заснул ударился а почему вот возьми так проверь знание это еще не все это надо чтобы я ангел то не дал тебя прокинуться и со стула падался уснул здесь то хоть за скобку удерживайся поэтому относиться к своей жизни разделенной на сон и бодрствование то иной во сне бодрствует больше чем мы мы когда бодрствуем во сне бог многое нам открывает сны есть люди которые разгадывают этого делать не надо сонники продают оси видел такой сам провода или что-то это не так сон дам для отдыха сон для дам для молитвы сон дам для слезной молитвы в ритяна зла то есть потом она многократно это повторяет матфея 25 5 и как же не замедлил то задремали все и уснули и вот начинает задремали это ослабели веру потеряли а я в обществе слышал там у пятидесятников свидетели ну все одинаково толкуют а это не об этом уснули то есть жених замедлил не они виноваты жених виноват он замедлил 2000 лет его нету я не заснули посмотрите на иконы это все люди которые вкусили смертную чашу все у господь был распятый он умер умер потому что вода и кровь истекли кровь разложилась божья матерь умерла нет ни одного такого кто не умирал я не знаю или я если был бы енох икона туда два человека только и к этому надо относиться так как велит писание не бояться не бояться смерти которая прямо показывает что сон и уснут сном смертным это торжество до верующих что гонители те заснут сном смертным их никого нет кто арестовывали кто расстреливали тридцать седьмой год сегодня то все это ворошат я пошел здесь узнал большие такие книги изданные это репрессированные том за томом выпускает алтайский край такая-то такая-то день доярка что она могла ничего нет тут был гущим кажется прокурор края вроде такой да и он написал специальная книжка такая вышла рассказывать про одну девочку забрали всех да она дома с быками не поправится сено возят где-то но она ей говорят да ты говори то есть слова которые мужчины-то говорили а ты они любят быки когда их на мат да и она стала так как другие услышали до тебя бог накажет так ругаешься на она возьми да и скажи я все 16 лет бог пусть бог сталина наказывает он заставляет нас работать на ильин день кто-то пересвистнул она одна родителей нету маленькие занятия арестовали про мурыжи и сколько ты расстреляли так ахнишь это где какой изверг мог это сделать она плащет она убеждает он все это пишет у него дела в руках вот про кого я назвал прокурорта я не мог без слез считать пройдет время я на фотографии стоит такая круглолицая все сколько бы пользы было от нее сколько детишек а почему тот кто это все делал они проспали свою жизнь они зря родились у нас есть о чем подумать и она 11 11 сказав это говорит им потом лазарь друг наш уснул но я иду разбудить его ученики его сказали господи если уснул то выздоровеет иисус говорил о смерти его они думали что он говорит о сне обыкновенном нужно научить научиться я называю категориями словами священного писания смерти не бояться смерть побеждена верующий меня не умрет господь говорит в обед как не умрет да верующий же умирает не умрет почему потому что душа живая вот мы вчера занятия были и дьявол когда пал оттуда когда адам был или не был на земле ну и по-разному отвечает прямо вот так сказать где-то нету они сейчас идут занятия потом полчаса мне всегда на вопросы ответа как давайте откроем премудрость столомона написано завистью дьявола смерть вошла в мир а почему он завидовал человеку и тогда находим обложено все силах то он говорит от зависти буквально весь развалился враг то почему потому что бог избрал другое господь говорит иду приготовить обители если не так такое существует понятие что сколько упала их с неба допустим миллиард это огромное число их третья часть ангелов вот столько должно верующих спасенных быть которые займут те обители это имеет под собой обоснование и господь говорит иду приготовить вам место потеряли оставили свое а теперь мы идем туда надо дойти а кто может дойти благословенный бога богом рожденный свыше водительство духа святого без этого ни один не войдет не рожденный не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем вот мы говорим о сне как бы нам духовно не уснуть мне приходилось разговаривать которая здесь воскресла клавдия сижанина через два дня это просто редкий случай такой но она ей уже там пришло извещение домашним она умерла и это даже ученики кто там называть студенты препарировали она показывает где еще рака резер это без дела на мертвая была это без тем более делал профессор один из лучших профессоров и что она там видела все сходится с писанием житием феодора стареградская это василия нового какие мытарства как она шла я всегда удивляюсь обмирают у сектантов они ничего этого не видят почему православная всегда показывает им рай и ад где-то а это я была мертвая я я дальше ничего не может сказать я почему я на то составлю вопрос или обманывать кто-то их там или православным уже больше открыто и за 3 часа ламона 10 5 сон надо все-таки сокращать спасибо если возможность есть собирающий во время лета сын разумный спящий же во время жатвы сын беспутный а жатва когда сейчас как раз мы пожинаем где пойти а мне некогда а мне как это некогда вот знаете машина сколько проходит время там устаревшая мотор там это все и стирается сколько тебе лет 70 80 мотор то ни разу не остановился мы ложимся спать желудок работает глаза закрыты можем много слышать кровь пульсирует она не может остановиться иначе тромб и сразу умрет как это я говорю о сне сейчас как мы даже бога был ничего не делал просто лежал закрыл глаза встал силу куда так и заработался вчера сегодня встал все обновилось и машина то не может обновиться вот сколько тайн содержит сон 23 34 и ты будешь как спящий среди моря и как спящие наверху мачты мачта когда стоит в виде высоко и пьяница наверху мачта там не удерживается вот так вот амплитуда то большая вот как идет о той не просто он там стоит а спит пьяница шатается и вот с чем какое дается сравнение даниила 12 2 правда не ил видеть сун божий это редкие веления видит огненную реку больше она нигде не появляется один раз и всем нам придется через эту реку пройти когда разозвучат трубы воскреснем и тогда пройти эту реку грешник выйдет как горелая головня и над ним написано будет там его грех и а правде их выйдет как золотой сосуд сияющий всеми красками стоит для этого потрудиться стоит то что у нас осталось еще отправить на небо надо вовремя сделать я знаю очень мало людей когда жили одинокие ну и говоришь ну подумай вот молодежь подрастает у них негде жить прям совсем нуждаются подпишем квартиру и сон какой будет ты знаешь кто подписал и как остальные нет куда попало идут а пущеноще государству идет подумай об этом этот сон который у нас умрем он кончится зазвучат архангельские трубы сегодня сделали такой называется ролик маленький фильм и о том как трубят эти трубы как господь явля видели является господь и в это время кладбище трясутся мертвецы но встал мертвец и головы нет череп летит надевается тело покрывается это надо все сделать это очень зверимо и когда смотришь господи только вы не опоздавшим быть сераха 2027 тут у нас этого нету получающая человека который спать любит как пробуждающийся от сна он просыпается и говорит что да не будь с нами это мы что слышим чтобы никаким образом дьявол не посмеялся сон дан нам для облегчения нашей жизни для того чтобы думали о смерти восстановить силы и прославить бога ему слава за все за все 24 часа и за все минуты жизни аминь спасибо христос